Всем привет дорогие зрители и подписчики моего канала, с вами я Никитос и сегодня я буду говорить о реактивном Ракеты Че. В общем, я буду говорить те факты, которые у меня заполнятся в голове. Ну а че, так бы надо сказать. И в общем, я расскажу о вымогательстве, лицемерии, а также о нанимании киллера на стриме. В общем, начинаем. Итак, рассказываю за шквар этого же самого реактивного гаишника. В общем, как всем известно, недавно кто-то спалил его же номер. Да, кто-то спалил его номер и начала звонить ему всякая школота. И знаете что? Он не хотел купить сим-карту за 200 рублей, а хотел на деньги подписчиков нанять того самого наемника, киллера, убийцу. Ну, короче, буду говорить те самые варианты, но не буду. И так все понятно. Но, блин, он на серьезных щах оскорбил хейтера, то есть левого человека, так еще и хотел нанять киллера. Да, еще, конечно же, хотел нанять киллера, то есть убийцу или же наемника на Игоря Леонова, но не важно и хрен с ним. Ладно, я уже это, надеюсь, рассказал. А, не рассказал. В общем, давайте так представим. Если он бы нанял киллера, то есть убийцу, знаете, что бы ему попадалось? Он бы попал под статью 105 Уголовного кодекса Российской Федерации. Статья за убийство. Да, именно он бы посадил вместе с киллером... Знаете что? Посадили бы на бутылку. Нет, нет, не так. Посадили бы его в тюрьму на 6 или 12 лет за причинение вреда человеку. Да, еще он недавно в посту указал адреса, телефон и фотографии у того самого хейтера. Просто он какого-то левого человека туда записал и все, и капиздец. Ладно, переходим же к вымогательству. А вот это я, ребята, расскажу. Да, именно и активный гаишник оставил пост, чтобы ему... Знаете что делать? Правильно. Ему бы отправили 5000 рублей за воскрешение рубрики прохождения по GTA. Ну, по любым по GTA... Ну, любым в GTA каким-нибудь. То есть, за шквар ВКонтакте, в Ютубе я бы ему отправил деньги. Да нету ждуки. Конечно же, будучи отписанным. И значит что, подписчики так мягко послали его нафиг. В общем, та рубрика прохождения по GTA остается до сих пор мертвым. Вот такие вот херогины. А теперь расскажу вам о его же детсимерии. Ой, блин, ну тут я где-нибудь GTA-шек где-то поднасрал. А именно же, даже не знаю что сказать, что с ним не так, я не знаю. То есть, я расскажу вам. А именно, как всем известно, реактивный гаишник отхетит GTA SanAndrea. Также фанатов, аксиментацию, саму игру ругает, да и сам хроник. Тоже ругает. Из-за того, что это старая игрунка, надо уже перейти в эти вселенные. Ай-яй-яй, как вам не стыдно, а вот фиговый. И знаете, что я сделал правильно? Просто новый доз, как пройти в GTA, в GTA SanAndrea застык. Так еще и рекламировал внутреннюю игровую манеру. То есть, это что сейчас у меня было? Лицеллерия? Да. У меня не целлерия, в GTA-шек атаке сработало. Он все равно же попадет в каком-нибудь выпуске, а длиннее, что не в ВК, или же выпуске от канала Ана Систематика. Да-да. Ну, потому что вдруг он рекламирует легалова, а он, как и всем известно, он рекламирует легалов, как и Экспресс-Кимин, и такие же магазины, такие же, такие же, пиздец просто. В общем, как-то так. Ну, а с вами был Никитос. Всем пока. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Ну, еще раз, что я попрощаюсь с вами. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok